Две минуты еще, да? Прям четко как раз. Так, ну, первая новость это то, что Швеция официально вступила в НАТО. Поздравляем, ура. Что еще у нас? Так, сейчас я тут пробегусь. США может вынудить или продать ТикТок, или его запретят. США опубликован двухпартийный законопроект закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками. Законопроект потребует, чтобы ТикТок отделился от какой-то... или рискует быть удаленный из магазинов приложений в США. Ну вот, и здесь началась... теперь здесь ТикТоки запрещают ее. Шо ж такое-то? А ну вот очку. Так, из новостей у нас вот что. В Германии Зумер написал 4227 доносов за год. Посмотрите на это лицо, блядь. Кто посмотрел? Ну сразу, вот по нему видно, он такой противный. Вот, и... Ну видно, ну на лице написано, блядь. Я доносчик, я чмо. Так, шо у него? 18-летний какой-то там, доброволец, гражданская служба, общественного порядка. Он поставил своей целью донести хотя бы на одно правонарушение в каждом городе Германии. Представляете? Он ездит на велосипеде, фиксирует каждое ДТП, неправильно парапаркованную тачку и отправляется это в органы. За 23-й год он написал 4427 доносов на общую сумму 140 тысяч. Ты представляешь, а? Я... Душнило. А это че такое? Че там? Я считаю, что лучший подарок для женщины это новая беременность. Ребенок это самая настоящая радость. Нет. От бухла, похмелья и все, пустая посуда, ощущения... Че? Бэушности мужчины должны быть мужчинами, если возможно. А, это Виталий Милонов, да, заявил? А, опять дети. Что-то у них тряска по поводу детей началась жесткая. Прям, ну я, конечно, понимаю, но они прям жестко палятся. Ну в последнее время, ну прям, ну совсем как-то. Я, конечно, понимаю, пропаганда агитации, но че-то уж совсем... В Германии доносы социально приемлимы, потому что законы там нормальные. И у них нет в культуре х... Ииии, доносчик, законы говно ОА. А, да. Ну ладно че. Ну ладно. Так, что тут в комментах у Соболева? А теперь вспомним, что ты говорил в интервью, Собчак. Ты снимаешь ролики не ради денег. Ты можешь жить на 40 тысяч рублей. Ты продолжишь снимать ролики даже при низком доходе. Не все-таки это значит, как может показаться на первый взгляд. Думайте глубже, друзья. Смотрите на ситуацию с разных сторон. Вчера кремлевский агент Николай Соболев заявил, что уходит с Ютуба и завершает свою блогерскую карьеру. Но это же все, что ничего не завершает. Так как из-за нового закона об инагентах он больше не сможет продавать рекламу. Его любимые подписчики напомнили Николаю, что кто-то в интервью Собчак заявлял, что никогда не бросит блогерство, ведь деньги ему не важны. Да и он спокойно проживет на 40 тысяч рублей в месяц. Идея с розыгрышем премок была Хесса. И я был не против с ним обвиняться аудиториями. Но то, что есть целый канал для бомжей, куда посты кидают. Ёб... Мать, бомжи, идите отсюда. Подожди, не понял. Ничего тебе не крутили. Просто вчера твой пост с розыгрышем ТГ премиум повыкладывали в паблике розыгрыши ТГ премиум. Вот подписались 30к бомжей в подобных пабликах. А, серьезно, что ли? Вот, бомжи им. Дэв, да, блин, спасибо большое за подписочку. Вот, а... Ты смотрел видеоразбор Павла Дурова. Че за видеоразбор Павла Дурова? Ребят, мы сейчас, да, чуть попозже, ладно, да? Это че такое? Если б я ехал снаружи, особенно если представишь, что все здесь закончится, я подумал, как классно. Этот дом у вас, его уже сдали или нет? Да, сдали. В апреле месяце. Какого года? 23-го. 23-го года. Это сейчас чья квартира? Это 20-я квартира, люди выехали. Чья-то, да? Да, чья-то. Ну, здесь сейчас сгорело. Заходите, это ходите. Можно пройти, да? Жить невозможно, кто-то будет. Ну, как обычно, короче. Да, это ванна. А помните, нам говорили, ну, один дом всего лишь-то? Вот так они сдали ванну. А вот в двух квартирах я не видел бойлер. Нет, наши повесили. Они выборили. Это шель? Бойлер и посол. Ой, шель со седером. Щель? Щель. То есть можно руку туда просунуть? Да, там голова влезет. Вот так у нас в домах дают. Выфили в отре и все. Они у нас, они спрашивают. Говорят, у нас роз... Ой, ну чё, потерпим, да? Ну, ладно. Так, что ещё? Что ещё? Что ещё? Так, Швеция официально вступила в НАТО, ребята. Вот документики тут. Собственно-то вот такие вот. Да. Ещё одна страна, скажем так. Теперь, сами знаете где. Что-то как-то не получается, да? НАТО от границ откинуть. Наоборот только. А тем временем Арестович гуляет в Техасе. Ля какой. Чё он пишет? В общем, Техас рулит. Всё видно на уровне микродвижений. Свободные люди в достоинстве. Нигде я так хорошо давно себя не ощущал, как здесь. Полно памятников конфедератам. Никто стыдливо не прячет историю. Везде дух свободы, оружие и самостоятельности. И главное, достоинство свободы. Практически нет притворства. Лакейского желания понравиться. Нет. Быть верно понятым... Па? Не все так однозначно было. Путин. Гага. А да. Так, ладно. Движения у людей живые, свободные. Очень много юмора. Стоят прямо. Говорят как есть. Огромное количество людей, занимающихся спортом. Огромное количество людей, спокойно занимающихся собой. Не другими. Как он успел... Давно писать от братишки. Так. Огромное количество людей. Так, ну и чё. Честность, прямота и достоинство. Готовность ответить силой. Одновременно доброжелательность и уважение к другому. Слушай, надо в Техас переезжать. Напомнило мне мои курсантские годы в Одессе. Ух. Молодые нарванные или нарванные, что? Любящие подраться, веселые и принципиальные. Нет, чё-то не надо. Раз там любят подраться. Старая добрая Америка. Ммм. Не, ну я был в Техасе. Хз. Не, ну, ну, ок. Ну, ладно, ну. Он. Так. Кстати, помните того чувака? Нью-Йоркер, который. Блогер это, который был в США. А потом, ну, в Россию-то вернулся. И мы думали, да шо ж такое? Да кто ты? А шо ты вернулся? Ты шо, Кремлевский? Ну, я был прав по итогу тогда, когда я сказал, что, вероятнее всего, причина его камбэка в Россию. Беременность его жены. Ну, он в итоге в новом видосе подтвердил. И сказал, что да. Да, короче, беременна у него жена оказалась. И это была главной причиной, по сути-то, его возвращение в Россию. Хотя, нелогично, конечно. Наоборот, надо было рожать здесь, в Америке. Родился бы сын с гражданством американским. И ведь причем, что самое интересное, он бы здесь родился, получил гражданство, и они могли бы так же вернуться обратно. И у него было бы два гражданства, американское и российское. Но, видимо, я хуй не знаю. То есть, он как бы в видосе-то говорит, я не хотел ребенка рожать в Америке, потому что там, ну, он бы вырос вот в этом вот обществе американском, а без бабушки, без дедушки, да это как? Так не обязательно ему там расти, блядь, в Америке. Родить его можно в Америке, да? Ну, а отращивать его, выращивать в России, если уж тебе так хочется, блядь. Вот. На той пропаганде российской сейчас, военной, если ему так очень хочется. Окей, но проблем, как бы. Твое право, твой ребенок. Но зато у него был бы в будущем выбор. Просто пиздец. Зали заруинили возможность ребенку в будущем хоть что-то выбирать как-то. Обидно. Субтитры сделал DimaTorzok